Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всего один колодец в Африке поможет решить множество проблем местного населения. Первое – спасение от жажды. В сутки человеку необходимо потреблять около двух литров воды, и жители деревень проходят по несколько километров до ближайшего источника для утоления своих нужд. Второе – развитие земледелия. Даже небольшой колодец значительно расширит сельское хозяйство, которое является основой экономики в бедных странах. Третье – строительство домов. Доступ к воде сильно облегчает изготовление глиняных кирпичей, и сооружение более прочных домов проходит быстрее. Четвертое – соблюдение гигиены. Отсутствие чистой воды – основная причина эпидемии в Африке. Построив лишь один колодец, вы спасаете жизни людей и помогаете развитию страны. Фонд «Живое сердце». Вместе мы сделаем мир лучше. Антон Викторович Кротов – российский путешественник, писатель, основатель и экс-президент Академии вольных путешествий. Родился в Москве в семье писателей Виктора Кротова и Марии Романушка в 1976 году. Первые путешествия Антон Кротов совершил в возрасте 15 лет, перемещаясь в одиночку, преимущественно на электричках, в крупные города России, Украины и Белоруссии. В 1990-91 годах. Окончив школу, он поступает в Московский авиационный институт на факультет прикладной математики, но спустя два с половиной года бросает обучение, чтобы полностью посвятить себя путешествиям. В 2001 году принимает ислам. «Мусульманином я стал, исходя из всей совокупности полученных знаний», – говорит Антон Викторович. Антон Кротов проводит лекции в различных городах России, СНГ, стран Европы, на которых рассказывает о путешествиях и окружающем мире. Путешествуя на общественном транспорте, иногда без билета или автостопом, Антон Кротов выработал теорию вольного путешествия, которая подробно изложена в книге «Практика вольных путешествий». На сегодняшний день в послужном списке Антона числится посещение 130 стран, причем некоторые посещались неоднократно, и написание более 60 книг. Ассаламу алейкум, рамутла. Всех приветствуем, приветствуем всех зрителей и подписчиков канала «Голос истинный» в студии. Для подкастов здесь путешественник и писатель Антон Кротов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я вам тоже приветствую всех, кто нас смотрит. У меня возникло некоторое затруднение в тот момент, когда я должен был вас представлять, потому что тут как-то вот столько всего, на самом деле, достаточно обширная такая биография. Вообще, вот если бы вам довелось описать себя в двух словах, скажем, свой родитель. Путешественник и писатель. Почему говорю? Потому что даже Википедия не успевает за количеством публикаций, книг, которые выпустить спел. Ну, это вопрос к тем, кто редактирует Википедию. Легко можно попросить кого-нибудь, кто еще добавит. Но я просто не просил. Прежде чем встретиться здесь, в этой студии, у меня были планы встретиться еще в рамках проекта, который я делал для канала «Олив». И вот, значит, в этой студии нам довелось встретиться. Надо сказать, что в общем, в целом, коллектив канала «Голос истинный» очень заинтересовался вашей деятельностью. И оказалось, что большинство людей, на самом деле, где-то в глубине души мечтают о путешествиях, о том, чтобы вот как бы бросить все, закинуть рюкзак на плечи. И хотелось бы услышать о том, как все началось и почему. Я путешествую довольно давно, уже с 15-летнего возраста, то есть уже 31 год. Я начал с того, что начал ездить на электричках, пересаживаясь с одной электрички на другую. А я открыл, что можно доехать с пересадками в любой уголок Советского Союза. Я стал ездить на электричках. В Ленинград, Горький, Киров, Минск, Харьков, другие города. Потом оказалось, что можно еще и автостопом перемещаться. Стал и автостопом тоже перемещаться. А потом стал искать людей, кто бы тоже бы этой темой интересовался. И таких людей нашел. Оказалось, я вовсе не один такой уникум. Оказывается, многие люди научились путешествовать автостопом и на электричках. И ездили даже до моего рождения. Существуют даже клубы, направления автостопа в России. И тоже я стал других людей тоже к себе притягивать. И в 95-м году тоже создал свой клуб, который называется Академия вольных путешествий. Так что все началось с поездок на электричках. А потом я уже освоил автостоп, плавание на пароходах, пешие походы, много чего. А началось с электричек. Путешествие ради путешествия, по сути, как самоцель, да, получается? Нет. Путешествие сочетает в себе очень многое. Если бы вам, например, скажем, подарили бы квартиру в 20 комнат, было бы странно сидеть только в одной комнате. Потому что, например, в одной комнате теплее, или в другой комнате там в кухне еда готовится, или в туалете вода журчит. И, конечно, хотелось бы посмотреть остальные там 20 комнат, так и мне тоже интересно посмотреть остальные комнаты нашего земного шара, где живут разные люди, и рассказать людям про их единство, про то, что мы все единый народ, и что нет нигде плохих стран, нет плохих народов, как бы нам не врали об этом средство массовой дезинформации. С этой целью я проникаю в разные комнаты нашего земного шара, рассказываю людям, что они не единственные там, что они не являются самой уникальной или самой лучшей комнатой, что мы можем перемещаться с одной комнаты в другую, и в них, в каждой комнате, в каждой стране живут такие же люди, как и мы сами. И с этой информацией о единстве человечества я выступаю и в России, и во многих других странах мира, пишу книги, в которых рассказываю о тех землях, которые я посетил. Чем больше опыт у человека в той или иной сфере, тем труднее ему говорить в каких-то абсолютных значениях, вот это черное, вот это белое. Ты понимаешь, что все всегда условно, но тем не менее, наверное, есть какие-то наиболее удивившие, поразившие тебя вещи в ходе путешествий, да, то, что тронуло, наверное, более всего. Меня больше всего интересуют люди, не какие-то там музеи с сушеными там мумиями, какими-нибудь пирамидами, но больше всего меня интересуют люди, которые живут в разных странах. Меня интересует их жизнь. И иногда попадаются, даже, наверное, всевышленные нам подгоняют в специальные встречи с интересными людьми, людьми, которые для нас важны, в самых разных местах мира, или которые нам интересны, а также нас приводят к тем людям, которым мы будем полезны. Так что это тоже судьба, и когда мы перемещаемся по земле, мы встречаем тех людей, которых мы, наверное, не встретили бы дома, сидя в Москве или в Стамбуле, встречаем разных людей. И насколько людей разные или одинаковые, в твоем понимании? Ну, смотри, все-таки внутри-то они одинаковые, все-таки добро и зло, оно у всех добро-добро, а зло это зло. Редко, чтобы народность, чтобы добро и зло поменялись местами. А внешне проявлять свою жизнь они могут, конечно, по-разному. Люди совершенно разные. Кто-то там, один там папуас, живет в лесу, а другой там, не знаю, в Америке, живет в красивом доме. Один человек там, скажем, инвалид без рук, без ног, а другой, например, кочует с верблюдом. Есть человек, который 20 лет кочует с верблюдом. Такое тоже бывает. Самые разные бывают виды занятий. А внутри мы все одно. Будучи россиянином, русским, и принятие ислама в начале 2000-х, 2001-й год, в такое время довольно сложное для мусульман в мире в целом и в России конкретно. Как получилось? Хотелось бы услышать эту историю. Ой, я об этом очень много рассказывал, ну, вкратце. Я всегда интересовался такой темой, есть ли у нас какой-то создатель мира, ждет ли он от нас каких-то видов деятельности или нет, есть ли какие-нибудь люди, которые следуют рекомендациям Бога. Может быть, эти знания отражены в каких-нибудь священных книгах. И поэтому, когда, скажем, у меня появилась Библия, родители подарили, там Библию прочитал, потом там Коран появился в русском переводе, Коран прочитал, появлялись разные секты, разные религии, о нем по всем ходил, проверял. В итоге, значит, появилось представление о том, что существует много разных путей к Богу и разных представлений о нем. Поэтому еще было, конечно, интересно посмотреть, как на практике все это. Люди, скажем, молятся Всевышнему. Там, скажем, пошел в одну церковь, к протестантам, к монастырь один, другой поехал, пошел в мечеть, посмотрел там, тоже там все кланяются, там посмотрел, пошел к разным буддистам, у них поглядел, все. Уже в 2001 году я уже пришел в московскую мечеть, эту соборную на проспекте мира, уже сказал, что хочу принять ислам, мне справку дали, сказали, сходи в такое учебное заведение в Москве, вот, на какие-то курсы, и получи знания по религии. Я походил туда, получил чуть больше знаний основных, базовых по религии, и понял, что действительно ислам говорит примерно такие вещи, которые, ну, я примерно и ожидал, что Всевышний существует, что от чего-то он хочет, и такие вещи, я стал в этом деле больше углубляться, и вот я так и остался в исламе уже 20 лет, хвала Всевышнему. Так что все очень просто. Путешественник, мусульманин, который изучает представителей разных народов этого мира, вот одно другое как-то обогащает, может быть, путешествия как-то делают тебя шире изнутри, как мусульманина, или сама религия, ислам, делает подход к путешествию, к изучению каким-то особенным, специфическим? Ну, меня интересуют особенно мусульмане в разных странах мира, то есть действительно интересно, что я объездил почти весь мусульманский мир, от Индонезии до Мавритании, и меня мусульмане в разных странах особо интересуют, да, меня интересуют разные там мечети, я там собираю фотографии разных мечетей, я посещаю разные интересные религиозные события в этих странах. Так что действительно мусульмане меня так особо интересуют, но также параллельно интересуюсь и другими народностями. Понятно, что в Индонезии, где мы живем, там в мусульманском мире, там у нас будут в основном мусульмане, а если я путешествую, например, по Японии, там помимо мусульман попадаются и обычные люди японцы, их большинство обычных японцев, поэтому я изучаю и обычных японцев, и мусульман в Японии тоже изучаю их дополнительно. Ну я пытался попасть в Токио в мечеть, одна была, она оказалась закрытой, потому что имам уехал в хаджи. Это было странно, я что хочу сказать, что вот именно этот эпизод, мы приехали на Иша, этот эпизод показался мне очень странным, и что-то мне намекнул о положении ислама как такового в Японии, если мечеть закрывается. Не повезло, не повезло что-то. В Токио, ну штук, ну будет несколько мечетей, одна в турецком стиле сделанная, видимо, за деньги Эрдогана, с каким красивым таким турецким стилем, и она же одновременно как турецкий культурный центр, там постоянно какой-то народ толкается. Есть индонезийская мечеть, где обитают индонезийцы, она как-то, видимо, ассоциируется с посольством Индонезии. Есть мечеть, где пакистанские товарищи-проповедники обитают, больше пакистанцев там. Так что мечети там несколько штук, в самом Токио потом я посетил мечеть в Нагое, в Киото, в еще одном городе на юге. Есть мечети. Я уж не знаю, почему в Токио не повезло, что какая-то мечеть, какая-то местечковая попалась, какая-то маленькая. А так вообще их довольно, ну, в каждом городе есть, и довольно много народу доходит. Но именно японской национальности очень небольшой процент. Количество строк, которые приходится написать, чтобы выдать такой объем книг, и все это вместе, ну, создается впечатление, что человек, ну, очень трудно себе представить, чтобы человек был занят чем-то еще, кроме этого. Вся жизнь, получается, как бы будет подчинена путешествиям и, значит, книгам на тему путешествий, да. Вот, так все-таки есть ли еще какое-нибудь занятие? Остается ли в жизни временно что-то еще? Да много чего остается. Слово «приходится» какое-то здесь немножко неродное, что как будто приходится, кто-то меня заставляет как будто путешествовать или книги писать. Никто меня заставляет. Ну, это фигура речи. Спокойно могу не путешествовать и не писать книги, и от этого, мне от этого хуже не станет. Да, действительно, я много чего интересного делаю. Выступаю с лекциями, выступал с лекциями больше, ну, чем в трехстах городах, с лекциями о своих путешествиях. У меня есть три десятка разных тем, на которые я выступаю. Это как раз про разные страны, про путешествия. Есть у меня там лекция для религиозных мечетей. Например, это у нас мусульмане в разных странах мира. Вот, как живут мусульмане, и там мечети, как они устроены в разных местах мира. Есть там лекция, как хадж устроен тоже, как он происходит. Есть лекции про отдельные страны, про Индонезию, про Пакистан, про Западную Африку, про Марокко, про Восточную Африку, про Мадагаскар и так далее. То есть я читаю лекции, лекции все бесплатные, их уже было больше, чем тысячи лекций. И каждый год проходит много новых лекций в разных городах России и мира, иногда с переводом, если это дальняя страна. Кроме этого, у меня есть интересные проекты. Есть такой, я придумал такой проект, называется «Дом для всех», когда в каком-то городе мира снимается квартира или дом, который становится домом для всех людей. Все люди в мире могут приехать и пожить там, если они соблюдают определенные правила пользования домом. Гигиена, отсутствие спиртных напитков. Самое главное, трезвость. Ну, есть еще много правил в зависимости от региона, где мы живем. Например, в 2012 году я такой дом для всех организовал в городе Стамбул. Недалеко от станции Едикюле я снимал две квартиры на одной лестничной площадке в одном доме. И там тоже все люди в мире могли приезжать и жить. Но больше всего это были советские, ну как, русскоязычные люди. У меня за два месяца пожило там 168 человек в этом доме разного возраста, от 16 до 78 лет. И у меня дома тоже проходят разные собрания, встречи путешественников. Это такой способ помочь людям научиться сосуществовать между собой. То есть, там можно пофантазировать очень большое количество польз и идей вывести из самого проекта «Дом для всех». Но, тем не менее, вот в твоем конкретном случае, в чем изначально заключалась идея? Польз очень много. Это маленькая копия нашей планеты в целом. Вот когда мы живем, скажем, мы жили в Душанбе. У нас жили в Душанбинском доме жители 25 стран. То есть, не только русские там пожарные, но когда за одним столом, за одним Достоарханом вместе там русский, узбек, таджик и американец, поляк и чех, и таджик самый из этого Душанбе. Мы едим там вместе чай, арбузы, дыни какие-то, обсуждаем горы, приключения, ментов обсуждаем тоже в таджиксе, много чего обсуждаем. Возможность каждого человека пожить в разных местах мира с хорошими, интересными людьми рядом. И найти себе новых друзей, и поглубже погрузиться в эту жизнь не в качестве туриста однодневного, а как настоящий житель этого Стамбула. Вот я каждый раз, когда в Стамбул опять приезжаю, опять идут на эту станцию Дикюле, проверяют переулок Шишман-Агапа. Вот мой дом тут был. Так приятно вспомнить опять это место. Очень приятно. И я думаю, что Всевышний Творец тоже рад, что мы учимся жить вместе, потому что мы, люди, с жадностью очень много планеты съедаем жадностью. А когда мы живем вместе, мы понимаем, что не обязательно таким быть жадным. Достаточно, не надо у каждого, чтобы была стиральная машина. Можно одну на всех стиральную машину. Не надо, чтобы каждый себе там готовил похлёбку. Можно одну на всех сделать похлёбку. Нам нужно как-то учиться жить вместе, иначе всё испортится. Наблюдал ли ты какие-то позитивные изменения? Человек, который пришёл, скажем, в этот дом для всех, находился какое-то время со своими какими-то привычками, болячками и так далее. То есть, когда люди очень плотно сосуществуют, да, в одном тесном помещении, это же всё очень болезненно сказывается друг на друга. Ну, болезненно всё-таки не очень. Есть какие-то правила, которые позволяют людям даже особо не ругаться в течение, в мере несовместной жизни. Так что, если кто у нас обычно в доме ругается, какой-нибудь мужик там свою жену привёл, начинает с ней ругаться. А если сам человек приехал, то как-то всё нормально. Почему-то если кто ругается, то какой-то взял жену, которая не свойствует на путешествие. Начинают они между собой выяснять отношения. Такое бывает. А так что, прямо совместные какие-то выяснения именно в доме, такого нет. Изменяются ли люди? Ну, они изменяются все постоянно, в течение всей жизни. Я не знаю, насколько это влияет на них дом или ещё чего-то. Это очень важный участок жизни. А как люди от этого улучшаются или портятся, это Всевышнему только известно. Потом как-нибудь в конце жизни будет понятно, к чему это всё. Но мне кажется, на пользу. Вообще путешествия, они всегда ассоциируются с чем-то светлым, с чем-то, ну, как минимум с чем-то позитивным, интересным, увлекательным и так далее. На самом деле есть свои негативные стороны. К примеру, у каждой страны есть своя система безопасности, своя иммунная система. И когда приезжают люди, когда ездят, то есть в разной стране своя миграционная политика. Ну, вот и так далее, и так далее. И вопрос, конечно, возникает такой, бывали ли проблемы, я не знаю, будь то с пограничниками, с полицией, со спецслужбами. Ну, конечно, проблемы бывают, особенно в какой-нибудь стране. Была война, идёт война или будет война. То вероятность посадки увеличивается. Но обычно всё рассеивается как-то. Скажем, в 99-м году нас посадили в Батуми на неделю. Всех посадили. Начальник уголовного розыска Батуми, Тенгиз Консолидзе. Нас посадил целых, сколько, 7 человек или 8. Посадили нас неделю, держали нас в подвале. Вот. Потом через неделю уже замминистра КГБ устроил нам банкет в ресторан. Нас торжественно выгнали на турецкую границу. Вывезли в Турцию. Мы поехали по Турции дальше путешествовать. Так что такой интересный случай был. Также бывает, что понемножку. Ну, просто заберут, потом отпустят. Это в городе тех регионов, где идёт война. Или война ожидается. Это в Афганистане такое может быть. Ну, сейчас, при нынешнем режиме не знаю. При предыдущем режиме в Афганистане там цапали. В Африке сколько такого может быть тоже. А случаи там, связанные с опасностью для жизни вообще в таких? То есть через территории, где идут военные действия, приходилось... Вы же понимаете, военные действия, они не происходят прямо так, чтобы сразу прямо у тебя над головой военные действия. Это же есть разные степени военные действия. Первое, когда ты слышишь, что кто-нибудь стреляет. Второе, когда ты видишь, а третье, когда уже в тебя стреляют. И это примерно соотношение один к миллиону, один к миллиону. То есть примерно на миллион раз ты услышишь, что кто-то стреляет, и уже потом увидишь. А потом уже, чтобы в тебя стрельнули, ещё попали, это ещё более маловероятно. Надо как-то нарваться или быть особо невезучим человеком, или чтобы уже судьба твоя была, закончить свою жизнь в этом месте. Вот, например, едешь в какое-нибудь простое место. Ну, хоть Донецк, самое простое место. Человек едет в Донецк, и понятно, что он слышит, и местные люди слышат, и это происходит регулярно. Я 5 лет назад ещё больше слышу, что они там постреливают. Если он подходит ближе к краю Донецка, где аэропорт, он видит, что больше заколоченных окон домов, значит, там постреливают чаще, людей там меньше. Вот, потом тебе люди начинают говорить, что дальше ходить не надо. Ну, ты не ходишь. Вот, так же и в других случаях. То есть местные жители обычно подскажут, что произойдёт, если ты дальше идёшь, могут быть неприятности. А, как правило, подъезжая к линии соприкосновения сторон, увеличивается количество забирания ментами. Если вести себя аккуратно, то вероятность неприятностей будет небольшой. Будет большая вероятность, что будут забирать в милицию, думая, что ты шпион. Ну вот, имейте время, терпение, постоянство, намерений. И не носите с собой всякое оружие там. Есть люди, которые ради заработка, например, журналисты едут в страны, где точно есть неприятности, чтобы получить какие-то деньги за какую-нибудь интересную новость там в блоге. Такое тоже есть. Ну что ж, знаете, на что идёте. Будьте осторожны. Ну и все мы, конечно, в руках Всевышнего. Нужно понимать, что если нужно будет, то Всевышний нас заберёт с этого мира в любой момент. И даже когда мы об этом и не догадываемся, в любой момент там где угодно может произойти неприятность. Там где хоть в Стамбуле, хоть в Москве, хоть где угодно. Так что будьте осторожны. Ну и не забывайте быть готовым, что в любой момент может наша жизнь закончится. Это такое бывает. Насчёт путешествий, да, то есть есть ли, вот как я говорил, то есть как вот, скажем, если желать, да, людям, которые хотят начать путешествовать, что преодолевать для того, чтобы начать путешествовать? Ну и, наверное, есть те, которые считают, что это как бы не самое полезное занятие, можно было бы заняться чем-то более полезным. Людям и не надо путешествовать. А если вдруг надо проверить, это ваше или нет, нужно начать путешествие, начать с небольших поездок, проверить, какой стиль путешествий вам нравится. Кому-то нравится автостоп, кому-то, не знаю, велопутешествие или пешее. Проверить тот стиль путешествий, который вам кажется, что нравится. Проверить с небольших поездок начать. Прочитать книгу «Практика вольных путешествий» лежит такая оранжевенькая на столе. И решить, как вообще вы хотите путешествовать. Если вам нравится, как у меня вольные самостоятельные путешествия, когда мы путешествуем по городам и странам мира, ночуем в гостях у местных жителей, ездим на попутном транспорте, питаемся обычной местной пищей, это интересно, это дешево, но требуется время. Так что можно начать с небольших путешествий, решить, какой стиль путешествий вам нужно, выделить под это время, и чем больше времени, тем лучше, потому что вы ничего не узнаете, если вы полетите на какую-нибудь туристическую резервацию в какой-нибудь город из трех букв в Индии или четыре буквы в Индонезии, полетите на две недели, вы ничего там не узнаете, только просидите зачем-то в гостинице, а гостиницы все более-менее одинаковые на свете. И, конечно, собирайте информацию, кто владеет информацией, тот владеет миром, а кто не сделал загранпаспорт, бегом на сайт госуслуг или же в милицию, куда-то вам ближе, делайте скорее загранпаспорт, в жизни пригодится, а лучше два, потому что если много ездите, то пригождается и два паспорта российских. То есть настоящая жизнь, настоящее путешествие начинается в тот момент, когда ты делаешь шаг за пределы вот той зоны, которая обычно предусматривается для туристов? Ну, лучше, конечно, выйти из этого гетто, потому что во многих странах выделяют специальную территорию, туристическую резервацию, куда стараются запихивать всех туристов, поэтому, конечно, самая прикольная Турция, она за пределами Анталии, самая лучшая Россия не там, где Сочи, и, конечно, в Египте не нужно торчать в Шарм-эль-Шейхе или в Хругаде, нужно поскорее оттуда убегать, если вы там случайно оказались, оттуда скорее эвакуироваться. Если оказались в Индии, то не сидите же вы, наконец, в этом Гоа и так далее. Ты прямо описал мою поездку в Египет, на самом деле, я как раз-таки в Шарм-эль-Шейхе и находился. Нужно убегать из всех этих туристических резерваций, обнесенных забором, которые сделаны для того, чтобы выколачивать из вас деньги. Настоящая страна находится дальше за забором, там отъезжайте на 40 километров, и там уже будет все по-настоящему. Видится мне вот по этой карте, которая перед нами лежит, и на которой очерчены маршруты движения, я бы, кстати, их все не запомнил бы, наверное, вот так, чтобы начертить вот таким вот образом, но тем не менее. Свои маршруты легче, запоминаешь, чем чужие в этом особенности. Да, здесь не отмечено полосами Австралия, и здесь не отмечено полосами Сибирь не очень сильно изъезжена, как видится, вот, поэтому, в общем, по поводу Австралии, как так получилось, ну, насчет России меня удивило более всего, потому что Сибирь все-таки, в основном, тот же Солженицын считал, что настоящая Россия, это в первую очередь Сибирь, вот, как так получилось, что в те края не очень-то истоптанно? Ну, ребята, значит, все дороги, какие есть, все проеханы, а там, где нет дороги, зимники, там каждая поездка год займет. Понятно, что поехать в какую-нибудь небольшую деревню, типа Туры, это целая экспедиция, и нужно этим заниматься целыми, там, неделями, там, неделю в Туру, неделю обратно, еще куда-то. Понятно, что все северные наши глухомань, это тема вот целый сезон, или целый лет плывешь на лодке, или целую, там, целую неделю ждешь машины где-нибудь там в Туре, в той же. Так что понятно, что все северные части России, там не только ни я не бываю, вы там тоже не бываете, там вообще никого нет, комары только одни, и 20 тысяч человек на 500 тысяч квадратных километров. А во всех крупнейших городах России и во всех там крупнейших городах Сибири, конечно, был. А что касается Австралии, дальше всех просто, поэтому там не было, дальше надо начинать с ближнего, потом дальнее. Ну, сейчас вроде бы планы, как я понимаю, в Латинскую Америку. Сейчас из-за коронавируса невозможно делать точные планы, поэтому ждем до апреля, и уже будем планировать на Южную Америку, потому что уже эти коронавирусные все ограничения уже надоели, надо по-любому лететь в Южную Америку, и там уже ездить по ней. Это будет следующая зима, если на то будет воля Всевышнего, и все будет не ухудшиться, какие-то микробы, какие-то нам не будут препятствовать. А Австралия уже потом, уже через несколько лет только, во-первых, дальше всех, во-вторых, она еще закрыта на этот макаронавирус. Ну, а касательно, допустим, той страны, в которой ты один раз, допустим, был, потом решил приехать второй раз, как я понимаю, вот наблюдать те изменения, которые там происходят за этим происходим? Ну, и страны же, они очень большие, в любой стране, даже вот в Турции, например, можно путешествовать там год, и ты будешь каждый день что-нибудь новое находить. Здесь там в Турции сколько там, 80 регионов, наверное. Если там даже один раз ты объедешься в Турцию от Эдзерне до Шернака, до Хакари, и уже поймешь, что еще столько неизученных еще вещей есть в самой Турции. Вот есть наверняка множество людей в Турции, которые даже там не были там в Эрзеруме, не были в Ване, не были в Карсе, не были там в Шернаке, Хакаре, на востоке. Они сидят постоянно в Стамбуле, и максимум там, выдерни, один раз выдернулся, и все, человек, и все. Вот. Так что даже Турцию можно провести, ну, годы, изучая только саму Турцию. А что касается других стран, они вообще бесконечны. Возьмем Китай, например, Индию, это на всю жизнь. Так что не думайте, что один раз... В Варанасе был, кстати, да? Да, не думайте, что заехал один раз там, не знаю, куда-нибудь в Варанасе, и всю Индию уже посмотрел. Индия большая, Индия даже великая, можно сказать. Там достаточно можно год ездить, все будет каждый день, будет что-то новое. Или там в Китае, например. Или же даже в таких странах, как, скажем, Египет, там всяко не хватит там двух месяцев, чтобы во все места там поехать. Хотя их не так много там городов, они все вдоль Нила, до Азиса еще. Но и то двух месяцев для Египта недостаточно. А уж на Турцию год мало. Так что страны, они бесконечны, как и весь мир. Поэтому, если кому-то хочется путешествовать, то, хвала Всевышнему, найдется всегда множество все нового-нового, чтобы открывать, исследовать, видеть там новых людей. И возвращаясь из дальних путешествий, мы уже по-другому видим окружающий нас мир и стараемся быть лучшими собратьями во всемирной семье человечества. Мы понимаем, что нет нигде плохих стран, нет плохих народов, как бы нам ни свистели средства массовой дезинформации. Что жители и Узбекистана, и Таджикистана, и Африки, и Америки, и китайцы, и москвичи, все это единое человечество. И это чувство единства и братства человечества, это то, что вы никогда не получите ни через турфирму, ни через телевизор. Это чувство человеческого братства. Встречая рассвет на разных берегах, в Индонезии, в Папуасии, на Камчатке, и в Америке, в Никарагуа, и в Анголе, вы понимаете устройство мира, и как судьба нам помогает. Повсюду нам Всевышний подгоняет лучших людей, подгоняет нам всякие классные встречи, вещи, местоначлего, транспорт. Все это Всевышний нам подсовывает, потому что, если ты движешься, как судьба идет, и вот ты чувствуешь, как судьба работает. Если ты не тур купил, а самостоятельно перемещаешься, тебе подсовывают лучших людей, тебе происходят самые лучшие встречи, с самыми такими редкими людьми, которых ты не увидишь никогда, если сидишь дома. Так что путешествие и так же продляет нашу жизнь путем ее интенсификации, путем запихивания в одну неделю, в один год огромного количества разных встреч. Так что, если кому-то хочется путешествовать, не сидите в гостиницах, не пользуйтесь услугами турфирмы, попробуйте поездить сами, и не неделю, а побольше. Почувствуйте, как устроен окружающий мир, и что-то в жизни поймете, иншаллах. По памяти многое вылетает вообще из этих путешествий, то есть в стольких местах побывал, многое ли запоминается, многое ли вылетает? Это от времени зависит лет, то есть не от времени года, а скажем, понятно, что из путешествия какого-нибудь 25 лет назад на Москва-Магадан. Понятно, что какие-то встречи какие-то забылись, какие-то имена вылетели, какие-то места ночевки тоже забылись. Поэтому я пишу книги и рассказываю, и другие люди узнают. И я сам, если что-то мне нужно поглядеть, могу сам посмотреть, открыть книжку «Страна А» или «Автостопом по Афганистану». Если я еще раз соберусь в Афганистан, ага, смотрел такую-то вещь в пули хумри, интересно, что с этим местом теперь? Или на перевале Саланка, ой, какая была интересная встреча, интересно, это же место найти на карте, еще раз его посетить. Так что, конечно, какие-то вещи забываются, но перед тем, как забылось, не забудьте это записать. Тогда про эти вещи, которые мы заметили, запомнили, встретили, почувствовали, прочитают люди через 200 лет. Так что я надеюсь, что из читателей 2220-х годов тоже смогут понять, почему я назвал Афганистан «Страна счастья», почему она мне понравилась, и, может быть, спустя 200 лет у них появятся какие-то новые мысли, новые ощущения, которые я уже сейчас забыл, а они вспомнят через 200 лет. В книге «Дорога в Чад» есть небольшой эпизод, буквально пара фотографий там встречаются с колодцами, рядом с которыми русскоязычные надписи, это колодцы, построенные фондом «Живое сердце». Примечательный артефакт посреди африканской полупустыни Сахель. Человек приходит, вот он, путешественник, по всем своим видам он выдает, что он путешественник, что он давно в пути. Трудно ли такому человеку оказаться в какой-то безвыходной, возможно ли остаться в какой-то безвыходной ситуации, когда никто не может помочь, или все-таки местные жители в целом по миру, там, в любой какой-нибудь стране, они самые богатые даже, бывают отзывчивые, могут помочь, там, и так далее. Ну, люди в целом отзывчивые, но зависит от того, насколько много новых людей появляется в этом городе. То есть в каждом городе нарастает, например, 10 тысяч или 100 тысяч единиц гостеприимства в год. Если, например, человек встанет с рюкзаком посреди, например, таджикского кишлака, как в какой-нибудь там Ишкашима, то, конечно, первый житель позовут его на чай, в гости он там останется, и все проблемы его бытовые решатся. А если человек встанет на площадь Таксим, то никакие проблемы не решатся, он будет стоять целый день, никто на него внимания не обратит. Потому что здесь уже все гостеприимства, какое было, все уже разобрали в Стамбуле. И не нужно ставить палатку на Красной площади, нужно каким-то другим образом искать ночлег, но они все методы описаны в книге «Практика вольных путешествий». А так, если место глухомата, то, конечно, тебя позовут в гости и в Индонезии, и папуасы в Новогвине, и жители Мавритании, и жители нашей сибирской глубинки, и таджикской глубинки тоже. А если это Пекин, то, увы. Ну, конечно, как я понимаю, тебя более всего интересуют именно места такие вот отдаленные, небогатые, традиционные. Ну, слушай, я Стамбул, скажем, очень люблю. Сейчас Стамбул, я люблю Стамбул, прекрасный город. Здесь когда-то прожил два месяца, и до этого был, и после этого было. Еще когда-нибудь с удовольствием пожил бы в Стамбуле. Стамбул прекрасен. Мне он нравится своими формами, эти горы, эти мосты, Босфор, эти пароходы. Просто шикарнейший город Стамбул. Так что я очень хорошо к нему отношусь. И к Москве хорошо отношусь, и к Нью-Йорку тоже. И все крупнейшие города мира, будь то Мехико, будь то Каир, например, я их очень люблю. Но также я люблю и сельское место. Со всех странах я стараюсь и большой город посмотреть, мегаполис, и маленький город, и в деревню, в дыру какую-нибудь заехать. Там и в Нигере, там и Неомей столицы, и какой-нибудь там Зиндермаради, какой-нибудь поменьше. И какую-нибудь глухоманную деревню тоже. Мне это все интересно. Короткое напутствие. Мир хороший, люди добрые. Мир примерно такой, как мы его сами делаем. Чем больше мы сами приносим людям добра, тем меньше у нас будет сомнений в том, что к нам тоже люди отнесутся хорошо в каждом городе Земли. Чем больше вы сами приносите людям пользы, приглашаете к себе людей в гости, ночевать. Если вы имеете машину, подвозите других людей. Видите бедных, даете им пожертвования. Видите людей, кто нуждается в чем-то, помогаете им. Чем больше мы несем людям добра и пользы, тем легче нам жить и путешествовать, и ощущать это человеческое единство. Будьте добрыми, выбрасывайте телевизор, не верьте средствам массовой дезинформации и храните паспорт поближе к своему телу. Не носите его в чемодане, в рюкзаке. Паспорт должен быть всегда при вас, он вам пригодится. Так что вот, наверное, все мои советы. Мира вам и всего самого наилучшего. Ты счастливый человек? Да, конечно, счастливый. Конечно. Отлично. У нас в гостях был один из самых счастливых людей в мире, Антон Кротов. Будем надеяться, что это не последний раз мы совместно в этой студии находимся и обязательно встретимся. И, может, расскажете о впечатлениях тех стран, где уже после этого получилось побывать. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тому, кто послушает один аят из книги Всевышнего Аллаха, будет записана двойная награда. А тому, кто прочитает его, будет дарован свет в день воскрешения. Голос истинность. Радио для мусульман. Радио для мусульман.